Всех приветствую! Это канал Александр Плей, Викинг Музыки. Сегодня расскажу вам небольшой, а точнее для всего человечества. О как лайфхак, хоть и небольшой. Как же нам обрести счастье, жить, так сказать, в гармонии с природой и с самим собой? Ну, не буду утверждать, что это точно вот сейчас вот именно так, но, по крайней мере, меня осенило, значит, товарищи. Вот буквально сейчас я записал импровизацию на Сормовскую, всякую такую разнообразную, с юмором немножко, такую забавную, и стал слушать, как бы впечатлило, понравилось, да, но я задал себе вопрос, и у меня пришло прям озарение какое-то ко мне пришло. Я задал себе вопрос, а стоит ли вот так вот всяко изощряться? В чем смысл этого? Ведь это же просто получаются какие-то ухищрения, какие-то фокусы. А если мы посмотрим на живую природу, мы увидим, что все довольно закономерно, все довольно просто, скажем так, без каких-то излишеств. Например, если мы посмотрим, медведь в лесу ходит, вот они медведи, они же все одинаковые. Они не считают, что кто-то из них лучше, кто-то хуже. У них просто какая-то такая вот естественная природная борьба может идти, или даже и не идти. Он сам там очень сильный. Ну, все равно между собой они, наверное, как-то взаимодействуют, так сказать, что-то доказывают друг другу, но как бы у них свой мир. Но я к чему это говорю? Нет, например, медведей, которые один бы, допустим, красил бы шерсть бы в красный цвет, скажем. Или, например, не знаю, кепку одевал, как викинг. Не, ну я-то как бы вот это все, это у меня просто шутка, так сказать, чтобы привлечь массово слушателя, а потом наставить его на путь истинный. Пришел ты ко мне, сын мой, так сказать, на удочку рогов или кепки попался, а я тебя наставлю на путь истинный. Во как! То есть у меня это все вот именно таким образом. Мне как бы это и не надо для счастья. Это так просто для прикола. Так вот, то есть медведи, допустим, не одевают же кепки, не одевают, не знаю, очки черные для того, чтобы показаться крутыми. Понимаете? Так же и в музыке. Вот я играю какие-то пассажи, еще что-то, но мне кажется, что это не проявляет самой сути. То есть это, конечно, хорошо так уметь, но что-то тут в чем-то другом, какая-то фишка. И вот я стал думать, думать на эту тему и пришел к выводу, товарищи земляне, товарищи земляне, получается, что большая часть людей, короче, тотальный, тотальный аут нам приходит, товарищи. О как! Если человечество не возьмется за ум и не начнет жить полностью в разуме, не станет такими же, так сказать, существами разумными, как и все животные, вся природа, то нам конец скоро придет. О как! Пророчество викинга Александра. Викинга Александра Плея. Ну, дай бог, конечно, конец нам не придет, но все будет хорошо, только если мы прислушаемся к таким вот чувакам в шлеме с рогами, которые говорят, что что-то в мире не так. Что-то в мире не так. Объясняю, что в мире не так. Так, дело все в том, что меня всегда преследовали две версии всего происходящего. Две версии. Одна, я не говорю, что вот я вот говорю, вот это истина и есть. Я просто высказываю, так сказать, свое мнение. Хотите, верьте, хотите, нет. О как, товарищи! Так вот, две версии меня всегда преследовало. Одна магическая, другая научная. То есть, одна, так сказать, научная, другая магическая. Без разницы как. Так, с точки зрения науки, все люди просто результат эволюции. От обезьянок произошли вследствие развития вот этой вот, так сказать, внутри черепа вот то, что там мышца качается мозговая. Вот так они эволюционировали. И все, так сказать, берут каждый своей хитростью, своей ловкостью. Кто, так сказать, кого хитрее, тот и выиграет в результате эволюции. О, какая! Какая, так сказать, простая, но в то же время многим покажется, что несправедливая расстановочка сил. В том-то и вся фишка, что возможно, что это и вовсе и не так. Я не знаю, как на самом деле, но всегда предполагают две версии. И вторая версия, это магическая. Она говорит о том, что раньше люди жили все в гармонии с собой, с природой. Все были в состоянии разума и не делали ничего лишнего. Вот тут-то и осенило меня, товарищи, что люди делают постоянно все лишнее. Постоянно пытаются что-то изобретать, чего нет на самом деле. В природе не существует. А как человек вот изобрел? Зачем? Постоянно что-то какие-то эмоции разные испытывают. Какие-то у них слова как-то подменяют. Понимаете, какая орунда произошла? Каждый придумал себе какие-то слова разные. Вкладывает в них разный смысл. Называет слова словами, объясняет. То есть творится какой-то хаос. И также в импровизации. Вот я на себя смотрю со стороны. Бывает иногда меня осеняет. И мне кажется, что я просто как ребенок. То есть викинг Александр должен повзрослеть, на мой взгляд. Я могу сделать на себя взгляд со стороны. И не просто так вот что-то импровизировать. Как-то вот лишь бы похоже было. А вкладывать какой-то смысл. То есть даже в одну ноту, вот это вот многим покажется смешно. Кто за научную точку зрения. Даже вот в одной нотке ее можно сыграть по-разному. Можно сыграть задумчиво. Можно сыграть как-нибудь весело. А видите, и мех сильнее пошел, и пальчик сильнее ударил. Можно сыграть как-то грустно, трагично. Ну, может быть, я немножко преувеличиваю, но что-то в этом есть. И вот Карто или кто вот там из пианистов говорил, что это вот есть. А многие сейчас над этим смеются. Показывают технику, технику. И так для прикола, типа, ну и один звук, о, что-то великое. Так вот, нужно вот мыслить не так, что о, что-то великое, а перестраивать мысль в состояние разума. И где все обретает серьезный смысл. Понимаете? И я подозреваю, что даже слова все имеют какой-то один смысл, который созвучен с природой. Понимаете? А если мы будем подменять эти слова какими-то всякими другими, то это раскордаш такой произойдет. Вот. Ну, по этому поводу, конечно, есть у меня соображения, но это, возможно, мы с вами поговорим еще чуть позже. И есть у меня знакомые, кто в этой сфере шарит, так сказать, лучше меня. О, как! А я хочу просто попробовать через песню, хотя бы, погрузиться в это состояние. То есть нужно играть так, чтобы вы были именно в разуме. И вообще жить нужно так. То есть если вы так научитесь, если вы будете хотя бы просто тупо на баяне играть, даже если вы ничего в этом не понимаете, даже если вам что-то не нравится, вот вы поверьте, вот просто даже будете играть, у вас начнет все перестраиваться. То есть если магическая версия, если раньше действительно все люди жили в гармонии, то вот это вот занятие, музицирование, оно вас вернет к вашим истокам, и вы сами того не осознавая, постепенно станете другим человеком. То есть я это не шучу. Это я просто, может быть, прикалываюсь, то, что шлем там надеваю, но на самом деле я говорю серьезно. То есть я постепенно, наверное, поведу за собой, наверное, большую часть наших любимых жителей нашей планеты и буду направлять их и своим примером показывать именно на состояние обретения разума и гармонии с окружающим миром. Но, может быть, это у меня будет не самая главная задача. Я вам скажу, но я думаю, вы уже догадываетесь, появился новый канал, значит, Доброгор Абрамов, новый канал появился. Вот это будет у нас для тех, кто считает все-таки, что раньше все жили в гармонии, нужно обретать разум. Вот это будет для нас своего рода ориентиром, потому что, ну, человек в разуме находится. Я вот по секрету вам скажу, может быть, ему не понравится, что я все тайны открываю, но вот человек в разуме. То есть действительно, это тот медведь, который не красит волос, не красит шерсть в красный цвет, не одевает кепку, не пытается оказаться крутым, понимает полностью все слова, как надо. Ну, первый раз я такое явление, конечно, вижу. Так вот, а я в этой ситуации получается еще на совсем начальном этапе. То есть я технику как бы нарабатываю какую-то, да. Ну, и бывают даже и тут какие-то проблемы. Но это даже не самое главное. Самое главное то, что нужно входить в смысл. Ну, давайте попробуем, чтобы в сормовскую лирическую войти. Войти я уже ее играл. Может, это даже лишнее было. Ой. Может, вот это даже лишнее, а просто минор. Вот эти вот, может, эти интонации тут и отсутствуют, понимаете? Нужно вот это вот все хорошенько продумать. То есть если играть просто, спонтанно, так сказать, вне разума, там получится все, что угодно, это одно. Но я сейчас еще вот другую точку зрения, именно в состоянии разума, как выйти. Давайте попробуем. То, что если вы научитесь так играть, просто хотя бы вот мелодию, это одно, но нужно входить в слова. То есть, смотрите, давайте попробуем почитать слова. Вот что самое главное. Нужно пытаться читать слова. На Волге широкой. Представить Волгу. И действительно, тут даже вот интервал. На Волге целый интервал октава. То есть не какой-то такой маленький, а именно прямо... О! Почувствовать вот эту октаву. На Волге широкой. Дальше на стрелке далекой. Ага. Может быть, тут есть семи, не надо? То есть на Волге широкой. И стрелка, это, видимо, как на железной дороге, только на море. Такой же какой-то опознавательный знак. В общем, какой-то простор такой рисуется. И что же в этом просторе возникает? Вот такой, вроде бы на простых гармониях, но такой вот за месяц, за месяц такой, получается, широкий. И вот что там происходит? Гудками кого-то зовет пароход. А как пароход зовет? Это можно изобразить. Как он зовет? Гудками кого-то зовет пароход. Над городом Горьким. А, это Нижний Новгород, что ли? Где ясные зорьки. В рабочем поселке подруга живет. О как! То есть, получается, идет уже взаимодействие. Взаимодействие, так сказать, иньян, или как это называется. И вот должно быть естественное взаимодействие обязательно. Иначе будет реакция со стороны природы. И, ну, короче, поубавит, поубавит нас, поубавит. Природа нас поубавит, если что-то будет не так. А вот тут все нормально. Смотрите. Давайте это... И что дальше происходит? В рубашке нарядной... О, то есть, нужно внешний вид, чтобы был красивый, понимаете? Ничего лишнего, никаких вычурностей, чтобы не было обязательно. К своей ненаглядной, то есть, отношение должно быть. И так же и к музыке тоже должно быть все нарядно. И такое трепетное отношение. Вот он ключ к вхождению в разум, понимаете? Записывайте. Трепетное отношение к музыке, к себе, к природе, к окружающим. Вот эти все песни, они нас этому как раз и учат. Вот что значит потерялась и почему пошла вся, короче, фигня происходить. Потому что вот это вот потеряли мы, потеряли. Смотрите, как интересно. Пришел объясниться хороший дружок. О, какой хитрец, да, товарищи? О, какой хитрец. То есть, сейчас даже люди бывают, что иногда не знают, что значит в кого-то влюбиться. Но это, конечно, нонсенс для меня 21 века. Я это знаю и, так сказать, даже по отношению к музыке, даже к каким-то аккордам, тоже испытываю как будто прям любовь настоящую. О, как. Дальше что происходит? Вчера говорила, навек полюбила. О, то есть, фундаментальное такое взаимодействие, прочное. А нынче не вышла в назначенный срок. Вот тут, ну, это тоже, они, видимо, не в разуме просто находятся эти товарищи. По идее, такого не должно быть. Все должно быть четко, все гармонично, без каких-либо происшествий. Но что поделать? Может быть так, наоборот, закручивается, закручивается вот эта спираль, так сказать. Диалектика Гегеля закручивается, товарищи. О, как. А нынче не вышла. И вот тут это можно как-то действительно изобразить. Свидание забыто, над книгой раскрыто и склонилась подруга в окне золотом. А, получается, она зачиталась и перешла в научную точку зрения. От, блин. А на самом-то деле, наверное, магия. Магия, понимаете? Помните, я дипломы показывал? Наука, магия, наука, магия. Вот здесь то же самое. Над книгой она склонилась и забыла все. О, как. То есть, читала дифференциальное интегральное исчисление. А что в это время происходило? В это время дальше читаем слова. До утренней смены, до первой сирены. Шуршат осторожно шаги под окном. То есть, он там шуршит наш товарищ. Товарищ шуршит, понимаете? И это тоже можно в музыке как-то изобразить. Но стесняется постучаться, скажем так. Ой, летние ночи, буксиров гудочки. Может быть, ночки надо, не знаю. Или тут опечатка, или так и должно быть. Ой, летние ночи, буксиров гудочки. Волнуется парень и хочет уйти. То есть, он стоит. А подруга-то не в разуме. Не в разуме, так сказать. Сбежала в науку. Ушла с головой, погрузилась. Так же, как Александр Плей в свое время. Видите? А сейчас меня осенило. Меня осенило, что вот философия-то где. Вот она где, понимаете? Но девушке краше, чем в Сормове нашем, ему никогда и нигде не найти. То есть, получается, как бы вы ни старались, но если вы будете что-то делать, мыслить, что-то, так сказать, существовать вне естественных законов мироздания, то получается, что никогда гармонии и счастья не обрести. А утром у входа родного завода, а это уже все, это уже так все прошло, вот эти, так сказать, тяжелая ночь, не знаю, как Шонберг, просветленная ночь, или как Маяковский, облако в штанах, или где он там писал. Как-то морда комнаты выкосилась ужасом. Короче, вот этот товарищ Маяковский, это, конечно, просто бомба. Если вы хотите эмоциональный экстаз получить, то начинайте постепенно изучать Маяковского. Но хочу сказать сразу, это все товарищи тоже не в разуме, тоже они просто удовольствие получают от того, что балансируют на каких-то крайних точках невозврата. Так вот, а утром у входа родного завода влюбленному девушка встретится вновь. Вот, смотрите, произошло озарение и скажет, немало я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. Да, товарищи, вот тут, когда вы читаете, у вас должно быть такое состояние, именно, бывают такое состояние иногда, такие толчки, толчки. То есть, вы смотрите что-то, вы не понимаете, вот первый раз, когда что-то читаете, впечатляющее, или фильм смотрите, вы как бы смотрите, еще не понимаете, когда вас, как бы, когда вас торкнет вот это вот озарение. И вы смотрите, и когда дочитали или дострели до нужного момента, и у вас такой толчок, у вас могут слезы потечь. Вот это вот состояние таких толчков, вы после этого можете взять баян и сыграть совершенно по-другому, понимаете? То есть, вы должны получать такой вот толчок, такой вот впечатляющий, как бы, понимаете? Я не знаю, как это объяснить, но надо переходить постепенно к какой-то одной системе. Я пока своими словами объясняю, то есть, вот через такие толчки, через такие озарения, вы должны постепенно возвышаться, подниматься и входить в разум. И дальше уже по-другому читается, на Волге широкой, на Стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход, под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Но я, когда то же самое повторяется, но с другим смыслом, но фу, но в смысле то же самое, но с другим ощущением. Вот я, когда играл первую часть фактической сонаты Бетховена, там вот место одно было, оно как бы повторяется, потом снова, но уже под конец оно хоть и звучит так же, как и до этого, но это другое совершенно. И потом, когда мы второй раз уже это читаем на Волге широкой, на Стрелке далекой, уже вот именно с высоты прожитых переживаний мы на это все смотрим. Понимаете, что я хочу сказать или не понимаете? Напишите в комментариях. Так вот, и я лично, вот после того, как понахожусь в воде, в ванне просто, то у меня, вот как будто бы все лишнее из головы уходит, понимаете? И остается просто вот такое спокойствие, и это возможно и есть состояние разума. Когда я ни о чем вообще не думаю, голова пустая, никаких эмоций лишних нет, и вот в таком легком естественном состоянии должны находиться все люди, а все остальное вы как бы просто, вы как бы скорее всего не заняты какой-то своей работой. Либо не нашли свое место, ну вот, потому что все так запуталось, и вы просто либо вам, ну либо вам просто лень, ну короче, это на самом деле такого нет, что лень, не лень, медведь уже не лень, берлогу строить или еще что-то. Это просто обычная естественная жизнь должна быть. Но поскольку вот у нас все так запуталось, поскольку надо всем входить в состояние разума, поэтому и возникает что-то лишнее. А если вы во что-то лишнее упретесь, то оно начнет создавать какой-то свой мир, и этот мир будет вот разрушать все, понимаете? Ну точнее это даже не мир, а просто будете создавать что-то, чего нет на самом деле, оно будет укореняться, понимаете? Вот, то есть не нужно ничего делать лишнего. Вы даже сейчас же заметили, например, вот предприятия, допустим, какие-то приостановили выбросы, и природа расцветает, и все. То есть человек, он, по сути, вредит только природе. Ну либо, может быть, просто нужно как-то правильно это организовать. Но вам через науку это не организовать. Тут вот как раз нужно именно через баян, через глобальную баянизацию, через глобальный вход в разум, используя таких людей, оставшихся единицы на нашей планете, которые еще могут это понять, вот так только строить будущее. И, естественно, там уже у нас не будет никаких там ни денег, ни производств, ничего. Там скрытые способности проявятся. Ну, может быть, это, конечно, фантастика, может быть, я хочу невозможного, но сделать так можно. И причем многие могут сказать, что сейчас у всех все построено там на нефти, на деньгах. Но понимаете, в чем дело? Если бы все люди вошли бы в разум, если бы действительно оказалось, что действительно магическая точка зрения, правильная, а не научная, тогда бы все люди, абсолютно все, были бы одинаково счастливы. Причем намного сильнее, чем они могут достичь счастья как-то вот самостоятельно. То есть будь вы там миллионер какой-нибудь богатейший или какой-нибудь там король планеты Земля, какой-нибудь нефтяной магнат, вы все равно как бы ощущаете, что что-то не так, вот счастья нету как такового. А в то же время у какого-то более простого человека, например, у Кинга Александра, когда он берет воян, может быть состояние именно вот такого детства, счастья, и оно как бы сильнее на самом деле. Вот. И вы тоже должны, значит, это я сейчас к магнатам, к миллионерам обращаюсь, тоже вы должны брать, значит, воян и входить в состояние раз. Так вот, я что хочу сказать. И у всех людей будет так одинаково, то есть все люди будут одинаково счастливы. То есть все медведи, так сказать, будут одинаково гладенькие, красивые, ничего лишнего у них не будет, будут жить, животные будут там у себя где-то жить, человек будет жить по-другому. Он будет говорить слова так, что они будут работать. Он, например, выйдет на улицу, скажет «Благо!» Или какую-нибудь песню споет солнцу. И это вот как раз для этого это и народные песни все, понимаете? То есть не просто, чтобы там сдать кому-то на оценку. Вот этот бред я не люблю. Хотя я сам тоже преподаватель. Но это как бы, так сказать, в силу уж развалившегося мира уж приходится медведю иногда и кепочку одевать, и шлемец одевать, потому что иначе тогда не поймут. Вот, а на самом-то деле я, так сказать, пытаюсь войти в разум все-таки нормальный. Так вот, и мы будем только лишь посылать какие-то голосовые команды, управлять тем самым природой. Мы, может быть, даже будем кушать даже уже не мясо, не что-то, а прямо даже свет солнца будем поглощать. То есть человек станет именно таким возвышенным, более высокого порядка существом, чем животное, и будет как-то с ними во взаимодействии. Ну, я думаю, все это понимают. Вот, например, вы подойдите к какому-нибудь животному, и если вы ему не хотите ничего плохого в мыслях, действительно, вот вы его любите, и животное как бы нормальное, не какое-то там в критических состояниях, то вы просто почувствуете, что у вас все вот хорошо, о, он, ну, я не говорю так делать, то еще вас медведь-то скушает, о, как, ну. Опять-таки, я имею в виду просто домашних животных, там, собачку, кошку, и вы почувствуете, что они вот действительно такие какие-то разумные, какие-то такие правильные. Вот, и человек должен быть даже не то, что такой, а даже еще более правильный. Точнее сказать, ну, в силу своего развития, вот, он должен быть в разуме. Вот, и у него просто будет музыка, это просто часть его жизни. Это не значит, что нужно что-то строить, какие-то стили свои изобретать. Этого же нет в природе, понимаете? Вот я был, например, на курсах повышенной квалификации, мы там рассматривали какие-то строи всякие, ну, я, в принципе, это и так немножко изучал, но меня никто не понимал, если я говорил, что этого нет в природе. А на самом деле это, скорее всего, так и есть. То есть это же придумали просто люди. Они это придумали не от того, что они были счастливы, не от того, что им хотелось творить и жить вот в гармонии с самим собой. Они все это придумали от того, что были несчастливые, нарушили, так сказать, вышли из состояния разума, перестали быть в балансе с окружающим миром. Они это все выдумали для того, чтобы самоутвердиться. Чтобы из корыстных каких-то целей, потому что либо были чем-то одержимы, понимаете? Вот это все не просто так ведь произошло. Человек, он как раз-таки в естественном состоянии, он вот что-то подобное и будет слушать, понимаете? То есть все проще на самом деле. То есть я вот эти вот штучки кручу, и мне нормально, у меня все сразу балансируется. А оно как бы сложнее, оно и не должно быть, понимаете? Ну, иногда вопрос ребрышком ставлю в конце, когда АМ6, понимаете? То есть если вы, например, будете уже... Чувствуете такая, как бы такая злая немножко вот этот блюз, уже такие какие-то земные удовольствия, а это все имеет последствия, понимаете? То есть вам кажется, вы вот развлекаетесь, допустим, ну я тоже это играю, но я сейчас говорю, у меня пошла еще другая ветвь в моей концепции. Не знаю, правильно, неправильно. Ну вот, согласно этой ветви, это все лишь развлечение. То есть вы просто удовольствие будете получать, а ну да, это само собой, это любой дурак почувствует. Либо просто такой, либо... Ну это вот такое состояние, такого кайфа от музыки. Оно неестественное, как бы оно не в разуме. Оно... Это все равно, что дети, например, играются там игрушками. Ребенок подойдет, допустим, подумает, что... Не знаю. Ну, как сказать... Ну там блок питания, допустим, от телефона ребенок, например, возьмет, скажет, о, это моя машинка будет вот так играть. И вы тоже так же, допустим, сидите. А на самом деле человек в разуме, он не такой, у него даже техники-то не будет никаких блоков. Но если там отступить, вот на тот уровень спуститься, то он тогда этот блок скажет, это не машинка, что за бред? Это, чтобы заряжать телефон. И ребенок такой, о! А, точно, у него озарение наступает. Так же и тут. Я читаю на Волге широкой, на стрелке далекой. И я сразу начинаю понимать и начинаю серьезно относиться. Вот это вот ключ, вот серьезность, понимаете? Ключ к тому, чтобы быть в разуме. А если вы, допустим, на уроках сконцентрировались чуть-чуть на какие-то задачи, и вы почувствовали, о, вот какая-то новая жизнь какая-то началась, я, кажется, в разум вошел. А потом раз перемены, и вы такие, о, сразу веселиться, играть. Это вы опять уходите из состояния разума, понимаете? И взрослые, это и как бы более младшие викинги. А взрослые викинги тоже так же. Они вот смотрят Александра Плея, они раз немножко включаются, я надеюсь, в разум. А потом, когда снов в свободном состоянии, они там развлекаются сразу, все так, это весело, им удовольствие надо. А это тоже все. Короче, мир прогнил. Итак, на Волге широкой, на стрелке далекой. Ну, давайте что-нибудь замутим. Волге широкой, на стрелке, на стрелке, на стрелке, на стрелке. Видите, я даже как-то по-другому стал играть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо попробовать дальше искать. Вот оно как бы такое вот есть, основа, понимаете, и дальше нужно в ней что-то искать. Например, интервалами пойти. Вот как-нибудь так. Может, тут и не надо Е7. И пробовать идти, исходить из слов. На Волге широкой. А это как бы пульсирует жизнь, понимаете? Пульсирует жизнь. Жизнь дает импульсы. Как-нибудь вот так. Гудками кого-то. Аккордиком пойти. Трезвучий. Вот это теплоход. Под городом Горьким. Чувствуете, как терции звучат? Где ясные зорьки. Немножко с хитрецой. Здесь можно такой аккорд взять. А тут свет. В рабочем поселке подруга живет. Вот как-то надо войти в такое состояние. Я еще сам не умею. Чтобы ничего лишнего не было. КОНЕЦ КОНЕЦ Видите, что-то зарождается. Это такое тонкое чувство. А тут надо... Нет. Вот искать. Повести линии. Можно басом... Басом вести. Может быть вот так. Я сейчас показываю, как я сочиняю. Чтоб мысль не прерывалась. Чтоб сильно и не вертеться вокруг одного и того же. Нет. Вот так не очень. Так лучше, по-моему. Или так. Видите, постоянно что-то придумывается. Нет. А, блин. И вот так музицируйте. О, интересно получилось. Я так еще не игрую. Например, вот так. А тут. Ну-ка. А, нет. Вот так. Хм. Смотрите, что-то уже зарождается. И вот так нужно что-то зародить. И вот так нужно что-то зародить. Вы как бы входите в природу, понимаете. Вы начинаете мыслить творчески. Начинаете прокладывать новые дорожки. У вас сразу же, постепенно все вот эти повядшие антенки расцветают. Понимаете. Вот. Но тут я на этом видео не ставил цель именно сыграть импровизацию. А попытался показать процесс. Процесс творчества. То есть нужно на это настроиться. Я вот сейчас говорю слова. Они на самом деле как-то по-другому работают. Я из этого процесса выхожу. Понимаете. То есть вы должны только входить в процесс. В общем, фотоаппарат там перестал писать. Не знаю, докуда вы досмотрели. В общем, вот такой процесс творчества, в который нужно постепенно входить. Видите, его невозможно никак передать словами. Вы должны постоянно что-то свое придумывать. Постоянно что-то свое придумывать и в этом процессе находиться. Точнее, даже не свое придумывать. А черт просто любоваться природой. Может быть, можно проще как-то взять. А вот так просто. ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО-ПО А когда уже выходите импровизировать, например, концертно, вы уже тогда просто сосредотачиваетесь и думаете, еще и научные составляющие подключаете. Про штрихи. Но когда вы ищете, у вас могут штрихи и отсутствовать. Ну, в таком явном виде. Это должно какое-то время пройти. Прежде чем это вы заиграете. Ну, а тут больше уже ничего и не выжать. Ча-ча-ча в конце можно добавлять, но это уже так. Сарказм эпохи уходящего баланса, уходящего времени. А с вами был Александр Плей, Викинг Музыки. Подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы вверх. Всем пока. Я исчезаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.